В состав официальной делегации Минсельхоза России входили представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Накануне совещания они посетили подразделение Госветслужбы Республики. Главная цель ветеринарной службы – предупреждение и ликвидация болезней животных, осуществление ветеринарного контроля. В Чуваши почти половина населения проживает на селе. К тому же политика республиканских властей направлена на развитие сельского хозяйства. В таких условиях хорошее ветеринарное обслуживание просто необходимо, считает заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов. Очень надо учесть, что в принципе тренд в республике понятный. То есть несмотря на на год, на год, где-то может быть и сброс поголовья, но в принципе потенциал явно на рост поголовья. А при росте поголовья, как только вы переходите неопределенный порог, он арифметический. Сегодня 120 процентов, в прошлом году завтра 120, потом еще 120, а потом стоит момент, когда как после выключателя включили, выключатель, ситуация изменилась в корне. Чем больше плотность популяции животных, тем эффективнее придутся заразные болезни. Здание республиканской лаборатории в ближайшее время должны отремонтировать. Со временем планируют заменить и оборудование. По словам Николая Власова, победить такие болезни, как бешенство, сегодня по силам. Первый шаг к этому – необходимо внести изменения в законодательство. Ветеринарные врачи, гражданские, как мы говорим, ветеринарные врачи, ни ответственности, ни прав в отношении мероприятий среди диких животных ни у кого нет. Причем ни у субъектовых, ни у федеральных. Вот так законодательство сделано. А в то же время любой биолог, любой врач понимает прекрасно, что все это единое среда. Дикие животные, домашние животные. Нет финансирования, как следствие, нет профилактических мероприятий. Впрочем, в ближайшее время ситуация улучшится. В 2011 году был эпидемический пик бешенства. Далее будет снижение. Это явление системное. Следующий всплеск, по мнению специалистов, будет через 5-7 лет. Бешенство можно искоренить. Вот вся Европа уже бешенство искоренила. Как вы вакцинировали? Вакцинировали диких животных. Вакцинировали несколько лет подряд, вакцинировали диких животных. Сейчас бешенства в Европе практически нигде не осталось. Никакая техника не заменит квалифицированных врачей. Поэтому кадровый вопрос не менее важен в развитии ветеринарной службы. Николай Власов подчеркнул, что необходимо привлекать молодых специалистов. Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика.